Пандемия уже сильно бьет, уже цены растут, повторяю, доходы людей наверняка уменьшились, и это будет продолжаться. И не зря это признают все большие страны и принимают соответственно экономические и социальные меры. В той же Европе есть планы определенные. Я к этому хотел и подойти, что там люди думают, причем есть на чем. Вот Европейский Союз, конечно, это серьезная структура, которая имеет финансовые ресурсы и может себе позволить. А мы, у которых нет вот этих ресурсов, что будем делать? Хотя бы попытаться над этим как-то подумать. Конечно, возможности будут, потому что при грамотном составлении правительства, которое будет иметь грамотных людей, опять же, нужно будет обращаться, как мы уже привыкли к нашим партнерам по развитию, как мы выражаемся. И они, конечно, помогут, нигде не оставлю, чтобы у нас тут была какая-то гуманитарная катастрофа. Но, опять же, это должны делать грамотные, серьезные люди, которые это смогут реализовать. И с тем, чтобы пришли эти деньги, их можно было инвестировать, чтобы не воровались. И эти деньги работали в каких-то, скажем, проектах, которые приносили бы доходы, давали бы зарплаты и развивали экономику. Об этом нужно думать и нужно заниматься. Я об этом говорю, что у нас, к сожалению, просто хотелки и все. И как-то все получается только по инерции. И более того, да, по инерции идет, да, вот, работают каким-то образом определенные коммерческие структуры, вот, они покупают, перекупают, продают и так далее. Люди покупают, потому что как-то находят деньги, опять же, на плечах гастарбайтеров, кстати. Да, это есть, но если только на этом оставаться, я думаю, люди не соглашаются, но то и политики должны добиваться голосов людей, чтобы предлагать что-то большее. Вот не только то, что мы сейчас... Ну, вот, кстати, о 30-ти годах нашей... Ну, скажите, какой-нибудь экономический проект, который бы у нас реализовался, и каким-то образом, хотя бы немножко помог бы экономике встать... Нету, я это не говорил.